время от времени все мы оказываемся в пробке и что вы делаете правильно сидите уставившись на лобовое стекло скорее всего вы замечаете маленькие черные точки по его краям вы когда-нибудь задавались вопросом зачем они нужны и что насчет черных линий на заднем стекле а вот и ответ точки являются частью черной ленты опоясывающий стекло она называется фрита не пугайтесь это всего лишь керамическая краска защищающий герметик на котором держится лобовое стекло без нее солнечные лучи разрушили бы его и лобовое стекло просто выскочила бы а еще клей на окне смотрится не очень так что фрита его прикрывает что касается самих точек во первых они нужны для эстетики они создают приятный градиентный переход от черной фриты к прозрачному стеклу который также является мерой безопасности обычно черные точки расположены по принципу полутона чем дальше они находятся от края стекла тем меньше становится и тем больше между ними пространство так переход от черного к прозрачному практически незаметен для человеческого глаза а это важно поскольку водитель не должен отвлекаться вторую задача является контроль температуры для придания изогнутой формы лобовое стекло подогревает в печи естественно черная часть нагревается быстрее прозрачной так что черные точки нужны для распределения жара и минимизации оптических искажений без них стекло деформируется черные точки над зеркалом заднего вида выполняют еще одну важную функция защищают глаза от солнца во время вождения можно опустить солнцезащитные козырьки с обеих сторон но между ними останется пробел там где висит зеркало заднего вида отсюда и выступ из черных точек над ним но черные точки это не единственная часть автомобиля который вызывает вопрос по это еще зачем давайте раскроем еще парочку секретов оставайтесь с нами до конца чтобы получить полезный совет в качестве бонуса а если я что-то упустил напишите свои вопросы об автомобилях или идеи комментариях линия а с раз уж вы все еще смотрите на лобовое стекло видите на нем небольшую линию со стрелочкой вниз и надписью а с 1 нет давайте я подожду ладно посмотрите позже это американский стандарт одобренной безопасности для стекол а с 1 означает что стекло должно пропускать не меньше семидесяти пяти процентов света линия и стрелка означают отсюда и ниже так что можно затемнять все что находится выше но ни в коем случае не ниже этот код применяется только к лобовому стеклу если посмотреть на боковые стекла вы заметите обозначение а с 2 она означает что стекло должно пропускать минимум 70 процентов света если вы видите более редкое обозначение а с 3 она означает что проходимость света может быть ниже семидесяти процентов так что при желании окно можно затемнить сильнее линии на заднем стекле поскольку большинство из нас живет там где смена времен года привычное дело снег и лед для нас не редкость это худший зимний кошмар любого водителя к счастью в миссии по очищению машины ото льда и снега у вас есть помощник тонкие черные полосы на заднем стекле модели автомобилей отличаются друг от друга но у большинства такие полосы есть и это часть системы размораживания по этим линиям течет слабый ток который слегка подогревает стекло и топит снег и лед или не дает стеклу запотеть кстати лобовому стеклу тоже нужна защита ото льда снега и запотевания черные линии блокируют обзор поэтому на приборной панели есть вентиляторы которые обдувают стекло горячим воздухом индикатор снежинка вы когда-нибудь замечали как зажигается маленькая снежинка на приборной панели это предупреждение о заморозках и она загорается автоматически чтобы предупредить о том что температура снаружи упала до отметки когда дорога может замерзнуть когда снежинка горит желтым температура приближается к нулю и составляет около 4 градусов цельсия если снежинка красная значит температура опустилась до нуля или ниже не путайте эту снежинку с индикатором зимнего режима обычно он выглядит как снежинка или обозначается буквой w он загорается и гаснет при нажатии кнопки переводящие авто на вторую или третью передачу это не дает шинам проворачиваться и скользить на заледеневших дорогах указатель горловины топливного бака если вы когда-нибудь брали машину в аренду скорее всего вам знакома такая ситуация вы подъезжаете к заправке и осознаете что понятия не имеете с какой стороны заправлять машину в следующий раз чтобы не выходить и не искать естественно вы не угадали и нужно делать круг до другой бензоколонки посмотрите на индикатор приборной панели в виде маленькой бензоколонки со стрелочкой указывающей влево или вправо да она подсказывает расположение заправочной горловины кстати строгих правил по расположению горловины не существует четко обозначена только позиция топливного бака в самой машине считается что производители устанавливают их с разных сторон чтобы сэкономить водителям время иначе очередь на заправке была бы в несколько раз длиннее детектор сонливости его функция полностью соответствует названию если машина чувствует что вы уже долго в дороге или медленно отклоняетесь от курса этот индикатор придет на помощь обычно это небольшой значок в виде чашки кофе и он означает что вам нужен перерыв и лучше съехать с дороги это недавнее изобретение поэтому пока она есть не в каждой машине но скорее всего в ближайшем будущем автомобили будут оснащены еще и контролем сердцебиение дыхание и даже датчиком движения глаз которые будут следить за тем чтобы вы не уснули за рулем и а может они встроят в кресло небольшой шокер контроль устойчивости когда датчики решают что машину вот-вот занесет или поворот происходит с недостаточной амплитудой на панели загорается небольшая иконка автомобиля потерявшего управления контроль устойчивости как можно догадаться помогает сохранить стабильность на мокрой или заледеневший дороге не выключайте его только если вы не застряли в снегу во всех остальных ситуациях это просто спасение ручки на потолке все мы знаем что над каждой дверью автомобиля расположены ручки за них можно держаться если поездка вдруг станет рискованной например когда за рулем будет теща или начнет петлять дорога а еще вы могли видеть что люди вешают на ручке костюмы из химчистки или другую одежду но вы могли не знать что изначально они были придуманы чтобы помогать вам забираться и выбираться из машины очень полезно в больших транспортных средствах правда зеркало заднего вида в большинстве минивэнов и некоторых кроссоверах можно вытянуть изогнутое зеркало из специального отделения расположенного перед зеркалом заднего вида зачем вам второе зеркало над головой оно помогает следить за детьми домашними животными или пассажирами на заднем сиденье не отрывая надолго взгляд от дороги эй хватит обзывать брата жирной свиньей хочешь чтобы я вмешался вот это были деньки настраиваемые иконки существует индикаторы которые просто необходимо иметь на панели например датчики скорости топлива и экстренное предупреждение в остальном же во многих новых моделях автомобилей у вас есть роскошь выбирать что из полезного к чему нужен быстрый доступ останется на приборной панели а еще вы можете превратить ее в цифровую карту или получить быстрый доступ к любимой музыке а вот и бонус найдите в машине дополнительное пространство для хранения этот совет может быть полезным или нет все зависит от самой машины но посмотрим сможете ли вы найти что-то из этого у себя это может быть небольшое выдвижное отделение рядом с зеркалом заднего вида где удобно хранить очки или телефон в некоторых машинах есть тайник за панелью климат-контроля а еще можно проверить под пассажирским сиденьем или за первым рядом если у вас кроссовер возможно там окажутся вместительные емкости куда можно закинуть что угодно например грязную обувь а позже достать и почистить ее если сегодня вы узнали что-то новое поставьте лайк и поделитесь этим видео с другом а вот еще крутые ролики которые могут вам понравиться просто нажмите слева или справа и оставайтесь на яркой стороне жизни ниэх